В своем последнем посте в соцсети вы написали слова, которые сейчас на устах у многих украинцев. Правительство должно поторопиться с неотложными реформами. Скажите, а насколько это срочно? Сколько у нас времени? К реформам следует приступить безотлагательно. Важно, чтобы после формирования нового правительства поспешили с реформами, например, с экономическими, в частности, в энергетике. Также нужна децентрализация власти и меры по борьбе с коррупцией. Это важно не только потому, что у вашей страны конфликт с Россией и проблемы на Востоке. Необходимо, чтобы Украина начала реформы, чтобы нормально работала экономика. Хотя не только это имеет большое значение. Вы должны понимать, если украинское правительство не начнет действовать, оно потеряет поддержку в Украине и станет терять поддержку на Западе. А когда дедлайн? Ведь многие наши политики говорят, что провести серьезные реформы за несколько месяцев просто невозможно. На Западе никто, конечно, не называет конкретной даты. Но, боюсь, если в ближайшие месяцы мы не увидим серьезных шагов, люди будут думать, что еще одна возможность упущена. Почему Украина в таком тяжелом положении? Потому что за последние 23 года лидеры страны практически не проводили необходимые реформы. Это и сделало страну уязвимой. Если правительство и дальше будет медлить с реформами, Украина останется слабой. В своей недавней статье о парламентских выборах в Украине вы написали, что Запад ожидает стремительного прогресса в реформировании Украины. А что будет, если новое правительство не оправдает этих надежд? Большинство экономистов считают, что Украине понадобятся дополнительные средства, помимо кредитов Международного валютного фонда. Насколько я знаю, на Западе готовы рассмотреть такую возможность, но только при четком понимании, что украинское правительство продвигает быстрые реформы. Недавно в Киеве побывал лице-президент Джо Байден. Как говорят те, кто с ним общался, Байден заявил, что США хотят профинансировать изменения в Украине, но будут считать каждую копейку. Стивен, откуда это чувство недоверия? В чем причина такого разочарования? Одна из причин, почему международные финансовые институты теперь будут внимательно мониторить выделение средств для Украины, это ощущение, и есть определенные доказательства, что в прошлом эти деньги использовали не по назначению. Средства, которые МВФ направлял на проведение реформ, уходили, их тратили на другие нужды. Поэтому финансирование намерено тщательно проверять. Сейчас невероятные возможности для парламента, правительства и президента работать вместе, продвигать реформы. И, как мне кажется, судя по тому, что я вижу на расстоянии в 8 тысяч километров, народ Украины готов к реформам и понимает, что будет тяжело. Очень важно проявить выдержку и терпение в этот период. Украину ожидает несколько очень трудных лет, но это время нужно пережить, чтобы получить нормальную растущую экономику. Кому как не вам знать, о чем говорят источники на Капиталистском холме или в Белом доме? Возможно ли, что если Украина не начнет немедленно двигаться в правильном направлении, руководители Евросоюза или США зададутся вопросом, стоит ли Украина того внимания и той поддержки, о которой просит? Боюсь, такая возможность существует. Помните, 10 лет назад, после Оранжевой революции, Украина не смогла воспользоваться своим шансом. Я считаю, что если Украина упустит второй шанс, это будет такой позор. Украинцы знают, что необходимы реформы. Нужна лишь политическая воля, чтобы провести изменения. Если в какой-то момент украинское правительство не совершит эти преобразования, Запад сделает вывод, что Украине будет слишком тяжело помочь. Мне бы очень не хотелось, чтобы это случилось. Большое спасибо. И последний вопрос. Что вы скажете об украинских лидерах? Появились люди нового поколения. Могут ли они изменить страну? Как это видят в Вашингтоне? Каково ваше мнение? Не могу говорить от имени правительства США, но, как мне кажется, в Вашингтоне понимают. Такие люди, как Петр Порошенко, премьер-министр Яценюк, понимают трудность ситуации, в которой оказалась Украина. Вопрос в том, могут ли они вести страну с точки зрения главной цели – реформ. И получат ли они мощную поддержку парламента в некоторых вопросах. Даже касательно изменения Конституции, что выведет Украину на правильный путь. Есть надежда. Когда официальные представители США посещают Киев и общаются с представителями украинской власти, им говорят о необходимости проведения жестких реформ. Сближение с Европейским Союзом с помощью имплементации соглашения об ассоциации. Американские чиновники видят такие стремления и считают это правильным. Теперь они хотят увидеть практические шаги в этом направлении. Спасибо, что уделили время и были с нами. Я пытаюсь быть оптимистом и уверен, что в следующие полгода Украина оправдает этот оптимизм. Еще раз благодарю. Спасибо, что пригласили.